Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российском чемпионате, где вполне возможно появилась новая суперзавезда. Речь про бразильца Педро, который в матче против Спартака устроил настоящий бенефис, забил два мяча, плюс мог забивать еще. В принципе, в этой игре Педро был не просто завершителем, но еще и лидером команды, который тащил на себе атакующую игру, который создавал моменты и который был, ну как мне кажется, действительно тем самым футболистом, который способен решать исход встречи. И все это в 18 лет. После этого, конечно же, пошло множество статей, множество громких заявлений, что вот это все теперь новый Малком, новая суперзавезда, новый Халк, ну короче, по неволе здесь возникают вот такие вот параллели. И давайте обсудим, можно ли сейчас подобное говорить, либо все-таки рановато давать подобные громкие эпитеты совсем еще юному футболисту, который впервые вообще-то попал в стартовый состав «Зенита». Давайте это дело сейчас и обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я регулярно делюсь своим мнением о последних футбольных событиях. Там вы можете почитать мои статьи, заметочки, а главное, там же вы можете получить очень приятные подарки от нашего партнера, от компании Пари, которая предлагает вам фрибет в 2024 рубля. Как его получить, проходите по ссылке в закрепленном комментарии на мою телегу, там получаете все инструкции, и с их помощью получаете тот самый подарок, который дальше можно потратить по своему усмотрению на их сайте, на их приложении, там множество событий по разным видам спорта. В общем, не затеряйтесь. Так что, ребят, подписывайтесь на мой телеграм, ссылочка в закрепленном комментарии. Там много всего интересного и полезного. Ну а мы сосредоточимся на Педро. Итак, зажег он, конечно, не по-детски. И здесь, как я отмечал в обзоре на эту встречу, в том же самом первом тайме Педро, ну фактически, был главной звездой команды, которая тянула на себе всю креативную работу Зенита. Потому что в центре поля с, прости господи, Коваленко и Елизатом Ахметовым особо не насозидаешь. А во втором тайме, когда в поддержку к нему появился Вендел, а чуть позже еще и Клаудиньо, то здесь, ну, сами понимаете, Педро на фоне более качественного, более звездного состава Зенита вообще раскрылся под каким-то совершенно другим углом. Он показал, что он не просто техничный, изобретательный футболист, что у него потрясающий удар, что у него постоянно, вот, понимаете, вот эти какие-то интересные мысли приходят, как можно продвинуть мяч вперед, куда отдать, как пройтись по обороне Спартака, из какой зоны нанести удар, куда сместиться. То есть это настоящий художник на футбольном поле. И вот на фоне того, что Зенита во втором тайме прибавил, и прибавил в качестве игры, в качестве состава, когда появились ведущие исполнители, здесь Педро, ну вот, просто великолепно себя проявил. Поэтому сейчас по неволе возникает вопрос. А может быть, в чемпионате его тоже выпустить с первых минут? Ну, потому что все мы увидели, насколько он хорош при поддержке ведущих футболистов Зенита. Просто так-то у Зенита был смешанный состав на эту игру. Об этом и Семак еще до встречи предупреждал, что будет ротация. И Педро на фоне этого был действительно светлым пятном, но во втором тайме он стал еще круче. То есть здесь, ну, можно ждать подобных вот изменений. К тому же хотелось бы отметить, что Педро, очевидно, набрал форму. Выглядел он очень здорово в плане движения, в плане активности. То есть те проблемы, которые были на старте второй части сезона, когда Педро не хватало физики, они явно сейчас вот уже решены. И учитывая то, что Зенит, в принципе, это сам по себе выглядит не лучшим образом в плане движения, с крыльями Зенит действовал откровенно медленно. И поэтому, собственно, Семак и сказал, что нужно провести ротацию будет в матче со Спартаком и освежить состав. Так вот, сейчас на фоне вот этого подуставшего все-таки немножко Зенита, который находится не в лучших кондициях, вот такой вот Педро, набравший форму, ну, на мой взгляд, это то, что доктор прописал. И вот здесь, ну, лично я жду Педро в следующем матче уже в рамках чемпионата России. Насколько он будет успешен для него? Сложный вопрос, потому что молодым футболистам свойственна нестабильность. Разумеется, это факт. Молодые футболисты, ну, иногда могут и немножко зазнаться, и немножко зазвездиться. Тем более, бразильцы им это всегда было свойственно. Поэтому тут вполне возможно кто-то скажет, что и не нужно, простите, за тавтологию выпускать Педро. Дескать, нужно его сейчас немножко остудить, чтобы пыл немножко спал. Потому что иначе парень может подумать, что все, море по колено и горы тоже. И поэтому он сейчас будет одной левой всех выносить. И, возможно, кто-то скажет, что будет тонким и правильным решением как раз вновь посадить Педро на скамейку, выпустить по ходу второго тайма, да, на серьезные игровые минуты, может быть, сразу после перерыва. Но при этом дать ему понять, что вот паренек, ты не зазнавайся, если что. Что ты по-прежнему являешься новичком. Тебя по-прежнему нужно доказывать и показывать себя. То есть здесь очень интересно посмотреть на то, как с точки зрения психологии будет поступать Симак и, в принципе, тренерский штаб Зенита. Это интересно. Ну а касательно игровых нюансов Педро, ну, в общем-то, по таланту, наверное, никаких вопросов не было изначально, когда его подписывали. Педро не случайно называли одним из главных талантов своего поколения. Вторым после Эндрика, который перешел сейчас в Реал. Ну, перешел, но пока что не переехал, скажем так, из-за ограничений по возрасту. Педро действительно невероятно одаренный игрок. И с ударом, и с техникой, и со всем остальным. Главный вопрос исключительно в том, сможет ли он это реализовать. Он показал, что способен буквально рвать, как тузик, грелку одного из самых принципиальных и опасных соперников Зенита. Он доказал, что способен вести за собой команду. Но здесь самое главное, с точки зрения психологии, выстроить правильно, ну, так скажем, вот эту адаптацию футболиста. Чтобы он потихонечку прибавлял и получал все больше и больше игровых минут. Поэтому здесь, как я уже сказал, я пойму, если Педро выпустят в стартовом составе. Потому что на фоне таких успехов это логично. И я точно так же пойму, если его посадят на скамеечку. И дадут, да, серьезные игровые минуты, но, тем не менее, в стартовый состав его выдвигать не будут. Это тоже будет правильный ход, вполне возможно, с точки зрения психологии. Ну, а касательно дальнейшего развития Кагеры, ну, посмотрим. Очевидно, что он уже приносит пользу. Очевидно, что после такого матча он будет получать больше игровых минут. Потому что я напомню, в четырех предыдущих встречах 86 игровых минут было у Педро. И, в общем-то, там он, конечно, показывал свои таланты. Но вот так зажечь, как со Спартаком, он, конечно, не сумел. Поэтому сейчас больше игровых минут, больше шансов, больше возможностей. Зенит, как мне кажется, по ходу этого сезона будет еще прибавлять и добирать. И обороты будут раскачиваться здесь. И на фоне вот этой прибавляющей команды, которая будет играть, как мне кажется, еще сильнее, ближе к середине второго круга, Педро должен тоже зажечь как следует. В общем, будем следить за этим парнем, но уже понятно, что это, ну, скажем так, человек, который способен здесь и сейчас приносить результат. Что это не история в стиле Виктора Рокки из Барселоны, который пришел за огромные деньги в Барсу, молодой бразилец, ну и пришел откровенно сырым и неготовым к уровню испанского чемпионата. Здесь, тем более, Педро попал не в Испанию, а в Россию. У нас футбол несколько слабее, чем в Ла Лиге. И это ему тоже плюс. Получается, сейчас адаптироваться и наигрываться будет легче. Но, тем не менее, очевидно, что в отличие от того самого Рокки, вот здесь Педро уже готов приносить огромную пользу фактически здесь и сейчас, а не в каком-то отдаленном будущем. Самое главное, опять же, с психологией поработать, чтобы паренек не зазвездился. И очень важно не перегореть его в плане физики. Потому что 18 лет против здоровых мужиков все-таки играть – это нелегкое испытание для совсем еще юного футболиста. И поэтому тут и в плане игровых минут, возможно, и в этом контексте «Зенит» будет пока что действовать осторожно. Потому что они понимают, сейчас Педро, конечно, уже полезен, но дальше он может стать вообще суперзвездой. Поэтому сейчас лишний раз рисковать, перегружать молодого футболиста тоже, наверное, не стоит. Можно упустить очень серьезную выгоду в виде появления суперзвезды на долгие годы вперед.